Вы находитесь в Альянсе EMP на 444 серии, а сейчас берем чай и печеньки и погнали! Итак, всем привет! Сегодня, как и обещал, хочу показать вам, как я прохожу лабиринт подземный, но об этом позже. Для начала давайте посмотрим вообще, что добавилось в понедельник, немножко посмотрим наш остров и поговорим еще о кое-чем интересном, что случилось именно сегодня. Итак, давайте начнем с битвы серверов СОС. Если посмотреть битву серверов и посмотреть за что нам дают награды, это в любой день, то мы все знаем, что пока идет остров, нам добавляются очки за сбор сезонных войск, за постройку башен и за захваты крепостей. Сюда уйдет вообще все, что можно захватить на острове. И, ребят, не обманывайте себя и не обманывайте никого! Малинка на это не действует! У нас есть лимит, это 25 миллионов за башни, 20 миллионов за захват и 30 миллионов за сезонные войска. Вот это вы и получите. Вы ни больше, ни меньше не получите. Поэтому малинку не тратьте просто так. Об этом сегодня все. Далее, у нас начался новый ивент, это сбор пихт. Кто помнит его, он периодически проходит, это шишки собирать, всем известная наша пихта. И здесь, как и предугадывали многие ранее, у нас добавляется новое дикое существо. Давайте посмотрим сначала его, а потом уже все остальное, что дает нам этот ивент и как им пользоваться. Здесь нам добавили наконец-то нового ударного именно дикое существо для носителей. Это красный скорпион. Правда, он достаточно странный, но тем не менее, это ударный скорпион. И что он дает? Он дает следующий бонус. Когда возглавляет носители, шанс срабатывания отравления 30 процентов. Что дает отравление? Каждый раз, когда наша очередь носителей применяет боевые навыки, она отравляет случайную очередь противника с процентом урона 150 процентов на один раунд. То есть, этот муравей у нас уже будет все равно, кто будет в нашей команде, он всегда будет давать шанс отравления. Это 30 процентов на 11 звездах, достаточно неплохо, поэтому хорош шанс и при этом еще помимо отравления нанесет 150 процентов урона. Я так понимаю, что складываться это не будет и у нас есть три муравья, три линии. У каждого обычно по три боевых навыка, которым он может нанести урон и каждому навыку дается 30 процентов шанс отравить. Он ударил, отравил, не отравил, ударил, отравил, не отравил. Если отравил, то повторно отравить нельзя. Цель уже отравлена и в следующем раунде она получит сразу же 150 процентов урона. Цель считается отравленной. Значит, такие муравьи, как... Давайте мы перейдем к ним теперь. Такие муравьи, как Преонопельта, у которой есть бонус по отравленным целям, она больше бьет. Также всем известно Элангата, она тоже будет наносить больше урона по отравленным. И не надо им травить цель. Может это отравить любой муравей с этим диким существом. Получается, что у нас почти всегда будет идти повышенный урон. То есть это очень и очень хорошо, это очень хороший навык. И для носителей это сейчас будет самое лучшее существо. И многие скажут, что оса своим протыканием очень хороша. Да, бесспорно, она хороша. Но отравление для носителей будет лучше. Потому что следующие муравьи, которые будут добавляться к носителям, скорее всего они будут как-то завязаны на отравлении. И это дополнительное отравление. Это есть то, ради чего сейчас вообще носители качают. Это то, что дает нам дополнительный максимальный урон, который могут нанести носители. Итак, давайте дальше посмотрим еще, что у нас можно получить. Это новый облик. Давайте мы его сразу посмотрим. Открываем облики. Это новый у нас облик. Где он? Вот. Он желтые цветы. Дает защиту муравьям-солдатам 2% постоянно. Тоже достаточно неплохо. Своеобразный облик. Желтый, красивый. Кому-то нравится, кому-то нет. Здесь уже вам выбирать. Далее, что у нас еще дает сбор бихт. То, что многие лучники ждали. Это наконец-то есть возможность приобрести тетропонера. Всем известного стропона. Который очень сильный муравей. Который среди стрелков наносит максимальный урон. Поэтому многие будут гнаться за ним. И я вас уверяю, вы не пожалеете, если вы приобретете этого муравья. Также еще можно получить муравьевидного скакунчика. Который топ-танк для носителей. И вообще, в принципе, это один из лучших танков сейчас в игре. Который сейчас все чаще и чаще начинает появляться. И многие его уже боятся и обходят стороной. Мне он очень не понравился, когда я выступал против него. Он очень хороший танк. Но вот как раз есть возможность приобрести. Так, что у нас еще? Далее у нас будут ветки и коробка при повышении звезд и мутации. Здесь разные ингредиенты лежат. Давайте теперь посмотрим, что вообще нам нужно. Мы получаем эти шишки за то, что мы... за активность, как обычно. И в наградах она идет одна. В день мы можем получить 4 шишки. Для того, чтобы их использовать, внизу кнопка вот здесь потрясти 1 раз, либо потрясти 10 раз, выбирать вам. Сверху идет шкала. Каждая шишка дает нам 1. И для того, чтобы получить гарантированно какое-то дикое существо, либо муравья, нам нужно набрать 200 и 400 соответственно. Также еще в этом ивенте, в единственном котором есть шанс получить бесплатно. Если открыть, то здесь мы видим... Сейчас, где у нас... Если открыть награды, то мы видим, что есть очень и очень и очень низкий шанс получить первую награду, в которой мы можем выбрать все, что я показал вам ранее. И огромный шанс получить какой-то хлам. Вот это единственный ивент, где мы можем получить бесплатно топового дикое существо, либо муравья. Но в связи с этим, у нас получается, что те, кто будет покупать, для того, чтобы набрать либо 200, либо 400 очков вот этих шишек и разыграть, нам нужно купить шишки. Шишки продаются в магазине наборов. И если посмотреть, то это будет самый дорогой ивент из всех. И дикое существо, либо одна копия муравья будет выходить примерно... Да, это очень и очень дорого. Но здесь есть, опять же, шанс на бесплатное получение. И те, кто покупает у этих людей, шанс на бесплатное получение гораздо выше. Я единственное попрошу вас в комментарии, оставьте, пожалуйста, комментарий, есть ли хоть кто-нибудь, кто получал бесплатно. Потому что я пока таких людей не видел, не слышал о них. И, возможно, это призрачная где-то там вероятность получения, которая практически недосягаема. Вы можете посмотреть сами наборы, какие здесь есть, что здесь есть хорошего, что плохого. Но мне больше всего нравится набор с дикими существами. Мы теряем 4000 кристаллов, которые по факту почти бесполезны. Но зато получаем, во-первых, много корма, а во-вторых, получаем пятый и третий уровень дикого существа за 9000 рублей, которые покупаются. Это, вот, наверное, самый лучший будет. Либо можно еще посмотреть с яйцами. Это уже достаточно неплохо. Они примерно равные будут. Четыре набора в день можно купить и, соответственно, каждый день они будут обновляться. Так, об этом ивенте все. Ну или давайте попробуем. Все-таки у меня четыре шишки есть. Давайте сейчас первый раз. Видно, зеленая шишка – это плохой приз. Шестая награда – самая низшая. Давайте еще одну используем. Опять зеленая, опять шестая награда. Вот, это уже получше награда. Но, к сожалению, это третья награда. Тоже достаточно неплохо. Будем гены прокачивать. И последний, четвертый раз на сегодня. Пятая награда. Ну что ж, мне не повезло. В комментариях, жду великий пост от тех, кто все-таки получит кого-то бесплатно. Итак, давайте следующее. Следующее, о чем хотел поговорить, еще как раз о нашей лабиринте. О том, как я прохожу и как можно пройти немножко дальше. Возможно, получится подняться на один, возможно, на два этажа. Открываем подземный лабиринт. Я еще не начинал сегодня. И напомню, что в прошлый раз я дошел до 22-го этажа с первой попытки. Посмотрим, до куда сегодня дойдем. Давайте так, сразу по порядку будем идти. Открываем, смотрим, что нам нужен муравьи-охранники. Здесь есть слабые стороны снижения урона. Честно, я не понял, как это работает. И этим пользоваться я не буду. Просто мы открываем охрану и выбираем охрану. В первую линию ставим Афоню. Мимикрию в третью. И во вторую линию пусть стоит жулик. Напасть. Пропускаем. Победили. Далее у нас есть выбор направо-налево. Мы выбираем налево, потому что там есть ракушка, там есть бонус. Опять охрана. Мы прям этим же отрядом и отправляем. Победили. Все. Берем бонус. Я бонусы выбираю следующим образом. Либо второй уровень, если он есть. Либо красные бонусы, вот коричневые, они дают атаку. Синие бонусы дают, как правило, защиту. Здесь у нас есть второй уровень в начале боя. Защита двух случайных очередей спис муравья плюс 3%. И эффект складывается каждый раунд. Но поскольку это второй уровень, мы выберем его. Открываем дальше. У нас опять охрана. Мы прямо этим же отрядом нападаем. Все. Получили какой-то приз и проходим на следующий этаж. Сейчас я немножко ускорю до нужного момента и дальше продолжим. Итак, мы дошли до шестого этажа. И здесь у нас уже есть раненые муравьи. Итак, в чем же заключается вообще суть моего лайфхака, то, как я прохожу. Мы открываем, выбираем муравьев теперь, да. Вот у нас из охраны у нас есть три муравья раненых. Давайте мы сейчас их выберем. И чем больше у нас раненых муравьев, тем меньше у нас сила нашей очереди. Поэтому мы по возможности ставим вместо хотя бы одного раненого, мы ставим целого муравья. Тем самым у нас уже не три, а два раненых муравья и нападаем именно этим отрядом. Все. Дальше мы получаем бонус. Выбираем второй уровень. И дальше выбираем на кого напасть. Вот на эту, допустим, и также отправляем. Все. И таким образом, получается, что наша очередь чуть-чуть сильнее и меньше шанс того, что мы получим урон на боссе. Хотя мы сейчас, скорее всего, получили урон, да. Теперь, смотрите, у нас уже охранник один есть с двумя сердечками, минус два сердца. Здесь мы направо не пойдем, потому что нам нужно двух победить для того, чтобы получить награду. Мы лучше пойдем налево и сразу пойдем к боссу. Нам нужны лучники. Лучники у меня пока что фуловые. Мы сразу их всех ставим и нападаем. Хотя, может быть, и стоит захватить награду. Давайте попробуем лучниками пройти. Вот, видите, получилось, что мы не потеряли ни одного сердечка. Но, опять, это можно делать только на начальных уровнях. Я обычно так рискую. Максимум до десятого этажа. Дальше уже ни в коем случае сразу иду на босса. И идем теперь на босса. Ну, два муравья получили по минус одному сердцу. Теперь, опять, я немножко пропущу до конечных уровней. И там покажу, как уже компоновать отряды, когда у нас не полные сердца есть. Итак, вот теперь, смотрите, мы уже поднялись на двенадцатый этаж. И здесь уже достаточно много раненых. По одному, по два сердца потеряли. Теперь мы смотрим и собираем отряд. Например, вот как здесь нужны нам охранники. И так, чтобы было по максимуму сердец. Мы в первую линию ставим Флавидуса. Во вторую линию мы ставим Жулика. В третью линию мы ставим нашего Мимикрию. И нападаем. Да, возможно, мы потеряем Мимикрию. И мы здесь все потеряли по сердечку. Но, тем не менее, если бы мы поставили второго муравья с одним сердцем, то есть я имею в виду, если бы мы поставили Афоню, то мы бы потеряли двух муравьев. А так, у нас есть еще запас. Вот сейчас, например, мы можем ударить этим отрядом и получить, пройти еще одного муравья. Ну, я сейчас поставлю тех муравьев, которые у меня не полностью докачаны, но с тремя сердцами, для того, чтобы они прошли нам этот муравья. Как видно, проходит. Это сильные муравьи, но они не полностью докачаны. Я стараюсь их оставить на четверг и в четверг дойти уже до конца. Сейчас мы им пройдем, но дальше уже будем без него играть. Все, вот мы потеряли двух муравьев дополнительно, но все остальные остались живы. И таким образом мы уже поднялись на тринадцатый этаж. Здесь мы выбираем то, что нам рекомендуют. Опять охрана нужна. Мы смотрим, кто у нас есть из охраны. У нас есть только Афоня прокачаны полностью, эти два не докачаны. Дальше мы добавляем уже муравьев из списка универсалов. И также смотрим, кого выбрать по максимуму, стараясь поставить с полной жизнью. Мы поставим Джека на третью линию и во вторую линию поставим кого-нибудь с двумя сердцами. Вот так, например, в состав. И пойдем. Раз Джек потерял одно сердце, но все остальные остались живы. Сюда мы подправим опять этот же отряд. Посмотрим, что у нас получится. Мы потеряли Афоню и потеряли еще одно сердце Компоту. Идем дальше. Уже четырнадцатый этаж. Здесь у нас нужны универсалы. Для универсалов мы сейчас поставим бамбука в первую линию. Пусть танчат с одной звездой. Допустим, гигантского зубчатого я пока не использую. Сейчас объясню почему. Все. Мы потеряли все звезды, что нам нужно. Итак, теперь, наверное, мы уже заработали достаточно ингредиентов. Давайте мы откроем список наших муравьев. Откроем нашего зубчатого муравья. И, смотрите, сегодня я купил еще одни бивнити. Для него прокачал на второй уровень. Уже теперь у меня синий бонус его продвинуть. И для того, чтобы продвинуть дальше на фиолетовый уровень, нам нужно, во-первых, острую пилу прокачать до двадцатого уровня. А во-вторых, нам нужно острых пил еще купить две штуки. Ну, пока что будем прокачивать. Сейчас мы поднимем еще у нас уровень один. Подняли. Теперь нам нужно для следующего уровня опять двести белка набрать. Ну, это мы наберем на следующей неделе, скорее всего, уже. А сегодня у нас что получается? У нас, получается, мы подняли. Теперь усиливает атаку защиты на четырнадцать с половиной процентов. И здоровье на пять и восемь процентов его очередь. Мы его прокачали. Теперь мы можем использовать его дальше в лабиринте. Мне немножко не хватало, поэтому мы изначально его вообще не пользовались. Открываем лабиринт. Нажимаем продолжить. И смотрим, что у нас здесь. Нам нужны универсалы. Открываем универсалы, выбираем. И во вторую линию мы поставим панциря. И нападаем. Все, победили. Теперь мы играем с боссом. Также нападаем. И, получается, мы теряем Джека, но дальше остаемся. Так, что у нас здесь? И выбираем. Прямая дорога, минимальные потери, чтобы были. Мы проходим таким образом. И нам нужно кого-то поставить в третью линию. В третью линию мы ставим Сахарка. Пусть он идет. Атакуем. Все, получили. Сахарок у нас жив. Это хорошо. Мы оставляем этот отряд. И делаем еще одну атаку. Босса победили. Проходим дальше. Уже шестнадцатый уровень. Опять универсалы. Оставляем этот же отряд. И атакуем. Мы теряем с каждому по одной звезде. Это достаточно много. Жаль, конечно. Но дальше идем. Выбираем в третью линию у нас дальний бой. Кто есть? Мы выбираем оранжевого муравья. И отправляем в бой. Уже потеряли одного. Но тем не менее мы прошли. Далее. Теперь у нас нет никого в дальний бой поставить среди универсалов. Поэтому мы в первую линию ставим нашего зуба. Во второй линии оставляем панциря. А в третью линию мы поставим кого-нибудь из лучников. Пусть это будет наш толстокожий. И нападаем. Все. У нас мы потеряли панциря. Но идем дальше. Получаем еще один бонус. Выбираем вот этот. Мне больше нравится. Даже не знаю что он дает. Теперь носители. Выбираем носителей. Всех ставим. И идем дальше. Проходим. Одно сердце теряем. Но носителей у меня не так много. Поэтому приходится жертвовать ими. Восемнадцатый этаж есть. Далее. Здесь можно выбрать рекомендацию. Можно второй уровень выбрать. Я выберу все-таки второй уровень. Не особо присматриваясь к тому, что там дается. Прошу прощения. Здесь у нас универсалы нужны. Универсалов мы ставим зуб. Пусть будет пуля. Пусть паук остается. Паука не будем ставить. Мы поставим лучше толстокожего опять. Нападаем. Толстокожий теряет звезду. Но мы проходим. Здесь выбираем то, что рекомендует. И идем дальше. Опять универсалы. Но будем пробовать пробивать этим же самым отрядом. Хотя нет. Толстокожего заменим на шмеля. Бархатного муравья. Все. Вот мы прошли. Девятнадцатый уровень. Смотрим, что у нас здесь. Защитники. Защитников у нас нету. Поэтому мы дальше ставим универсалов. У нас есть еще муравей пилот. И идем таким отрядом. Все. Пилот теряет звезду. Но тем не менее у нас нет выбора. Мы идем дальше. Еще две звезды потеряли. Теперь дальше спецмуравей охранник опять требует. Но нам уже выбирать некуда. Некого. Мы оставляем тот же самый отряд. Только поменяем. Наверное усилием немножко. Потому что это босс все таки. Он посильнее будет. Все. Мы прошли. Идем дальше. Двадцатый уровень. Универсалы нужны. Универсалы у нас. Мы ставим. И идем дальше в бой. Теряем двух. Так. Кто у нас остался? У нас остались еще лучники. Все нетронутые. И носители. Носители. Все по одному сердцу. Пока не будем их использовать. Будем ставить лучников. Танка в первую линию. И Атрокса во вторую линию. Погнали. Берем второй уровень. Эта. Размер. Универсал. Ставим Толстокожевый и проходим. Прошли еще двадцать первый уровень. Так. Выбираем. Начиная с 21 уровня Здесь уже другие бонусы даются Рекомендации все другое будет Здесь у нас универсалов Нету Лучники 2 стоят И давайте поставим Такой вот отряд Мы прошли Далее У нас остается Уже практически не остается Муравьев Но мы ставим тех что есть И нападаем Не проходим Добивать его все равно нам надо У нас осталось 3 муравья Вот как раз всех 3 мы ставим И проходим Этого босса Таким образом опять мы подошли До 22 уровня Выше теперь мы подниматься пока что не будем А следующий этап Будем следующее прохождение Делать уже Когда Добавят нам бесплатное лечение Это будет в четверг В четверг мы возродим 3 муравьев И пройдем еще несколько этажей Давайте посмотрим рейтинг Ну рейтинг я сейчас на третьем месте Через несколько дней Я немножко опущусь И к четвергу буду где-то Входить в десятку Сильнейших игроков Среди нашего списка Таким образом У меня практически постоянно Это получается Оставаться в топе Потому что Во-первых Большое количество муравьев А во-вторых То что мы меняем Наших муравьев И ставим максимальное количество сердец Нам позволяет Меньше тратить количество муравьев Меньше их убивать Таким образом Мы получается Проходим Немножко Но выше Каждый это может попробовать На своем аккаунте На своем лабиринте Так Теперь давайте посмотрим остров Ну остров здесь Сегодня кратко Потому что битва только началась У нас что получается Значит Мы вошли в зону к дереву Вот так сейчас строимся Мы с коричневыми С итальянцами нашими Проходим параллельно И с двух сторон Будем подходить к дереву Ну пока что мы Остаемся на этом этапе Дальше у нас идет Вправо на восток Ответвление Здесь сейчас захватим Несколько муравейников И будем ждать Завтрашний день Потому что завтра сбор Сегодня нужно встать на сбор А завтра собрать ресурсы Для того чтобы Получить награду За СВС Далее Что у нас здесь получается Внизу розовые Уже столкнулись с фиолетовыми Вот здесь была небольшая битва Ну башню сломали Розовую и фиолетовую И фиолетовый альянс Став просто заблокировали их Вот таким образом И не дают им возможности Пройти дальше Сейчас произошла беседа С розовым альянсом Вот этот ТПХ И мы пришли к выводу К тому что Против фиолетовых Нужно бороться Всеми тремя альянсами Против одного Что мы и будем пытаться сделать Но битва скорее всего Будет Первая битва Будет у нас в среду Потому что завтра Мы только подойдем Друг к другу А на среду уже будет Какой-никакой запас башен И Свободной силой Мы не будем Никак ограничены Каким-то сбором Где Все просто стоят И ждут что-то И будем просто драться Ломать друг другу башни Посмотрим Получится ли Организовать Привести В исполнении Мою тактику По тому Как бы я хотел Изначально воевать Против фиолетового альянса Но Пока ничего не могу сказать Все будет видно В среду На примере Первой битвы Потому что Блюант Все ее почему-то боятся Но мне кажется Там Не так страшен Будет Ее муравей Посмотрим Что будет Итак На этом Наверное Пришло время прощаться Надеюсь Мой ролик Был полезен Оставляйте комментарии Под видео Ставьте лайки Подписывайтесь Всем очень рад Всем удачи На поле сражений На поле боя Да пребудет с вами Сила Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok